Носки, платья, брюки, нарядиться с ног до головы за малые деньги можно прямо на улице у выхода со станции метро Безымянка. Здесь же можно купить мед, веточки вербы и соленья на любой вкус. Но зачастую у торговцев нет никаких документов, ни сертификатов качества на продукцию, ни разрешений на торговлю. ИП, что я оплачиваю, есть налоговую. Эти документы дать? Нет, документы на право торговли на этом участке. У меня нет. Сотрудники департамента по треп рынка совместно с полицейскими составляют протокол об административном нарушении. Для женщины это уже третий штраф. Знали, что здесь нельзя торговать? Да, конечно, знала. Почему все-таки продаете? Ну, потому что в магазине не идет ничего. Здесь лучше? Ну, не лучше, но хоть что-то можно заработать. Борьба с лоточной торговлей на улицах города ведется ежедневно. В рейды выходят сотрудники и департамента, и районных администраций. Уличные торговцы сбывают покупателям непонятного происхождения товар. Плюс оставляют после себя кучи мусора. Превращают тротуары в помойку. Пока, во-первых, да, не поменяем психологию торговцев и покупателей, ведь мы же это покупаем, значит, нас это устраивает. А во-вторых, да, будем составлять протоколы административной комиссии с учетом тяжестей или нетяжести будут принимать решение о наказании рублем. Наказание ощутимое. Штраф составляет от полутора до четырех тысяч рублей. Еще более действенный метод – полиция забирает товар сразу после составления протокола и до того момента, пока нарушитель не оплатит штраф. После такой работы лоточников становится все меньше и меньше. Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События.